Добрый день! У нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Нет, не против, я в курсе знаю Все, говорите, я слушаю вас Меня зовут Павел Я из города Минска Из Белоруссии Вот На ваши передачи попал в ютубе Брат мне показал мой Даниил Он вас смотрит давно И мы с ним иногда любим посмотреть Передачи Ну и вот ваш, когда нашли канал Начали потихонечку изучать Он-то давно, я уже недавно Начал смотреть Мы сами, как вы называете Сектанты Из баптистов мы То есть мой отец Дед, прадед, все были баптисты И сам я Обратился, покаялся Пришел к вере Через семью В 14 лет покаялся В 15 лет принял водное крещение Ну по всем, как этим, баптистским правилам И вот начал свой путь Такой духовный И учился И служил, как мог Как вы знаете Пратестанты служат Вот Занимался очень много молодежью И Всегда Интересовало меня Тоже Православие Потому что Я считаю, что мы живем Вообще Ну в православной Как бы Территории Славяне все Вот И сам ездил много Кое-где И ну вот Слушаю ваш Системно Ваши Как бы беседы Каждый день Тоже встаю И уже Ваши ролики Ну как бы Уже появляются Я Смотрю Изучаю Просто интересный Такой феномен Который вы Преподали Своим Как бы Примером Вот И скажу Таких православных Конечно Очень сильно Хочется уважать И стремиться Как говорится К таким основам Я вот был В деревне Я извиняюсь Что я рассказываю Себе немножко Потом я задам вопрос Говорите Вот Я был в деревне В этом году С женой И ребенком У меня 100 километров От Минска Деревня Дед живет И Там я прослушал Такой курс Лекций На книгу Александра Мения История религии И Ну и другие Различные Ну Такие моменты Потому что Хотелось узнать Всегда узнать Основы христианства Ну вот Не так Как мы знаем Например Нас учат Как бы По-своему В этих церквях И Ну надо самому Стремиться И Конечно Многие ереси Которые Современные Появились И они Существуют Они Как бы С тех веков Пришли уже В современность По-новому Вот И Вот я Кстати Тоже с бородой Но борода у меня Появилась Таким образом Я никогда Не носил бороду А два с половиной года назад Я поехал В экспедицию На собачьих упряжках К вам В Россию Пригласили Такую И Там у меня бородка Отросла Небольшая Я ее оставил И мне по душе Так стало Знаете По душе Как-то Потом Пригласили Меня В горы Пойти На Казбек В Грузию Вот Полтора года назад Я сходил И уже борода Большая У меня Уже Все время И И Однажды Там Пришел К другу Попросил Подровнять Бороду И он Неправильно Подровнял Еще Подровнял Неправильно И Постриг Я пришел Домой От расстройства Побрился И тогда Я понял Ну Конечно Такое ощущение Было Как будто Я на самом деле Что-то потерял И как будто Голый И мой первый вопрос Такой я заметил Вот В моих руках Не принято Бороду носить Только если Это не молодежь Модная И такое Есть гонение На бороду Почему Такое сильное Гонение На бороду Даже среди Моих протестантов Они все время Дергают меня В церкви За бороду Говорят Побрейся Бомжом Обзывают И Ну какая-то Вот Я ощутил На себе Что есть Гонение На бороду Вот Наверное Вам это Известен Феномен За такую У меня же Все Как бы Баптисты Приличные люди Можно сказать Или Ну Харизматы Полные Ну вот Эти Протестанты Они все Как бы В основной массе Какое-то Негативное Отношение К бороде И сами Объяснить Не могут Я же говорю Даже в Библии Написано Они говорят Верхий Завет Все остальное Но Я к бороде Пришел Не через Вот это Через библейское Понятие А пришел Вот естественным Образом И мне по душе Стало И когда я Оголился Полностью Год назад Мне надо было Сниматься в кино Там пригласили И Ну тогда Побрился Так вот Неправильно И ощутил И теперь я Ну последний раз Стриг бороду Немножко Подбревал В сентябре А с этого времени Уже даже Не касался Не брил И мне так нравится Несмотря даже на то Что как многие говорят Выглядишь плохо Ну вот я бы хотел Первый вопрос Задать Чтобы вы рассказали Про суть бороды И почему Так важно Для мужчины Борода И Сказали Почему Такое гонение На бороду Идет Хорошо Я понял Вы Как кончим говорить Вы зарядите В гугл Или в яндекс Напишите Сайт 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 Открытым оком Во свете библии Да У меня есть он Ваш Я смотрю Вот вы зайдете И там на первой Главной странице Написана книга К истинному православию Запишите Прямо на главной странице И вы в нее Откнете И сразу откроется Оглавление И там Обра добрите Все сказано Я не буду время тратить Хорошо Спасибо Дело в том Что те люди Которые не могут Объяснить Почему они нападают Это понятно Дружба с миром Есть вражда против Бога Это мир Мир оголился Христос какой был Совершенный человек Он был с бородой Даже баптисты Рисуют его с бородой А пророки Еще говорить Когда у Давида Слуг Полбороды сняли Он даже не пустил В Иерусалим Пока не отрастут Понятно Что апостол Все до одного Были с бородами Да посмотрите Лев Толстой Достоевский По порядку Буду попов Перечислять Адмирал Макаров Давно ли это было Царь Николай II Александр III Люди-то понимают Которые Возьмите Фридрих Энгельс Какая борода Карл Марс У Ленина Клинышко Говорю Сталина Усе У Хрящевой На голове Нищенит уже Это стихия мира Я как-то Я как-то беседовал Я дальше покажу Смотрите Какой год Где-то Около революции Ленин Ульянов Сидит Его шесть товарищей Бабушкин Союз борьбы За освобождение Рабочего класса Неверующие Все до одного С бородами Это Бог Сделал так Что у мужчины растет У женщины не растет Это мужество Это возраст Потому что у людей Считается Продлить молодость А у нас Достичь мудрости А мудрость Приходит с годами А о годах Говорит как раз Борода Поэтому Не потому что Вам нравится А потому что Бог это запрещает Когда написано Дину Дину Изнасиловали Написано Она была обесчещена А когда бороду Избрели У слуг Давида А он там был У нас Вот Написано Они были Очень обесчещены Слово Очень зря не ставится Это хуже Изнасилование И поэтому Никогда не приближайтесь Даже Рукой к лицу Так Бог сделал Хорошая она Это все человеческие понятия Главное Это послушание Я в малом верен Бог больше доверит И на кого похоже Посмотрите Вот Настоящие Увдеи Они бороду не трогают Мусульмане Там усы подбивают Но тоже с бородами Все ваххабиты А если посмотреть Более Дальше Перед Зайдите в любой храм И пройдите Вот я посчитал 475 икон Все до одной С бородами Все И вот еще Такой вопрос Походу Я вот Имею тут Несколько друзей Таких Которые Были раньше Один Хороший друг С 96-го года Мы были с ним В одной церкви Вместе Там занимались Домашняя группа Христианская Была Развивали Такой очень Был парень Сейчас уже мужчина Семьянин Бизнесмен Бизнесмен Он хороший Такой духовный Человек И он перешел Тоже В православие Ну и как-то Я с ним Еще не поговорил Почему Как Суть И вот Недавно Тоже Месяца два Назад Еще один Пастор Из Украины Из Харькова Написал мне В фейсбуке Что тоже ушел У него Есть тоже Свой блог Канал Шаг веры Ушел Тоже к православию Сказал И Мы также Вот недавно Приезжали из Америки Съемочная группа В том году Снимали В Беларуси Такой цикл Богоискания Славянских народов Если вы слышали Да Вот И приезжала Съемочная группа Я тут их возил Мы тут Ну экранизация Историческая Там Все комментарии дают Со всех Исторических Посмотрите Если вы не видели И Я вот смотрю Ну православие И Протестантизм У меня по маме Дед Фома был Но он был православным Потом перешел Ну как к штундистам Ну потому что Искал Искал как бы Истин Они не было Я понимаю что Недостаток православия Современного Это то что Людей не толкают Как бы Богу через истину Через Библию Я просто не знаком С учениями Как бы Или правила Восканоны Жития Я как бы Это еще не охватил Читал несколько книг Каких-то старцев Святого Великого Василия Великий Сербский Вот читаю Книги у меня есть Арсений отца Читал книгу Ну и парочку Подборок таких Как попадалось В жизни И мой вопрос Такой Что делать нам Как вы называете Сектантом Да Вот наши отношения Мы же Есть как бы Церкви Структура целая Это же целая Как бы Ну система Уклад жизни Если вы понимаете Да Что нам Например Как вы Ваш взгляд Православный Вот как Такого человека Мудрого Что нам Сектантом Делать Или Что нам делать Неужели нам Всем нужно Православие Обратиться В такой Который Сейчас есть Вот что нам делать Какой Концепцию Какой алгоритм Действий Вы слышали Святого Феофан Затворник Нет Такого не слышал Говоров Фамилия Вы Епископ И вот он Говорит Благодать Она трех Видов Вот запишите Первое Призывающее Второе Обращающее И третье Освещающее Это Римлянам 10-17 Вера Отслышания Отслышания От Слова Божия Идите Проповедуйте Евангелие Вот это Призывающее Говорим Проповедь Даем Евангелие А Бог Если налагает Духом Святым На тебя Новый путь Он говорит Это истинно так И ты отвечаешь Обращающе Ты обратился Покаялся Вот эти две Стороны благодати У баптистов Вполне Хватает Потому что Никто не назовет Иисуса Господом Как только Духом Святым Всякое доброе Даяние от Отца Светов И когда Ну я в разных университетах Вел занятия Там много радиопрограмм Вел И вот вопрос задают А как у баптистов А есть нет Дух Святой Ну все знают Какой там Дух Святой Еретикида и все Нет Я легко это доказываю Есть Но они засыхают На первой ступени И дальше не идут У них нет благодати освящающей Она есть только через руку Положенная От апостольских времен Эпископат Там где совершается литургия Где хлеб превращается в тело Не воспоминание А реально Реально Вино реально в кровь Потому что недостойно Пресчищается Вино против тела и крови Не против хлеба Вот как узнать Сектант Вот три пункта У сектантов Я сразу определю Не права Первое Иконы называют Идолами Вот так неграмотно Ее называют Хотя у баптистов Свои есть такие Знаете В рамках вешают Текста Храните себя В любви Божией Ну в общем большинство Христа распятого Ну такой старый баптизм У нас как бы Мой дедушка такой вот Второе Они не знают церкви Рукоположения Что без этого Нету отпущения Грешным Кому простите Проститься На ком оставите Оставиться Это дано было апостолам Они рукоположили Епископов И вот так непрерывная Должна передача быть Где этого нету Там ничего нет Это не церковь Церковь только там Где это есть А где это есть Православие Разные там Какие другие бывают Это юрисдикция Католики Григориан и армяне Копты и сирийцы Все За этим кругом Церкви нету Там есть люди Собираются Двое-трое Как они любят говорить Да не двое-трое А собраны Иной силой Собраны Духом Святым И во имя его А не во имя своих прихотей Это не церковь И третье Третье Что у всех Сектантов одинаково Они верят Что тысячелетное царство Будет когда-то А оно уже идет От Голгофы Вот три параметра По которым я легко Могу определить Что это не православный Первое Иконы и идолы Второе Что нет рукоположения А зачем надо Мы церковь Я показываю Смотри 14-23 День апостолов Рукоположил Дальше 1-5 киту Для того оставил Что довершил Недоконченное По-другому никак Это история церкви Говорит Вы не слышали Да И Питера Гвилкиста Слышали такого? Нет Не слышал Не слышали Я сейчас вам покажу его Вы его зарядите Вот Питер Гилквист Она Книга называется Возвращение домой Вы его Эту книгу Найдете Вот я не знаю Видно Нет вам Видно Хорошо видно Все да Вижу Да Все зафиксировал Это примерно Тут как написано 2000 протестантов Они решили Исследовать Почему у нас нет Этой радости Которую мы видим У настоящих православных Почему у нас Все не такое Как там было И они разбились Грамотно Вот как вы человек Говорит Ладно давайте На год разойдемся Я буду заниматься Литургией Хлебопреломлением Другой Я буду заниматься Иконами И все От первого истока Брать Третье рукоположением И когда они Через год пришли А там то у них Остались свои люди Они там в университетах Такие активные В Америке И стали делать доклад Все до одного поняли Мы не церковь Мы не церковь И 2000 человек Присоединились В православие Они обратились В греческую церковь Их приняли Сразу около кажется 40 диаконов Руку положили Из их же среды Им Священников И все Баптисты Это самое правильное Среди сектантов Потому что они Только что вышли Из православных Адвентисты уже Все баптистские заблуждения Из своих А от них Свидетели Его Все сохранили Заблуждения предыдущих Из своих Это так понятно И поэтому Что делать Вот апостолу Павлу 2.38 Возвали Что нам уже делать Боже брать Он говорит Первое Покайтесь В чем В ереси Что ваш дед Отец Были в ереси Не в церкви Покайтесь Вы в грехах Покаялись Вы не курите Не пьете Живете чисто У вас Работа хорошая Я вас очень знаю Я у баптистов Проповедовал Я не знаю Лет 30 В центральных городах В Киеве Там В Москве И в Америке И где только не был Вот Баптистам не хватает Рукоположения Но они его не примут Не примут Да никто им и не даст Потому что сначала Нужно договориться Что вы возьмете Толкование православное Я вот считаю Что без этих поручей Которые на руках Без ризы Можно спастись Пусть у вас свечей не будет Это можно спастись Пусть икон не будет Но только не называйте Иконы идолами Не портите Догматику То есть Все что баптисты говорят У нас этого нет Призвание Божьей Матери Святым Молятся ангелам Хранителям Пусть не будет Но вы ничего против не говорите Потому что доказать Что это нужно Я вам докажу В течение полчаса Все это На основании Только одной Библии Ну да Я даже не собираюсь спорить Потому что Как говорится Если немножко Почитаешь Не все так просто Примитивно Как все представляют И на самом деле Просто вот этот вопрос Который Как вы говорите Ну Хранили рукоположение Это не так Это Ну там перепуталось Ничего не перепуталось Это не колено Израилево Ни одного случая У католиков не было Ни одного Чтобы не рукоположен Был ксенцам У православных За 2000 лет не было Чтобы он пресвитером И был не рукоположен Настоящим епископом У которого Хератония Доказывается До постельских времен Нету Просто нету Ясно Я так понял Тогда Что нужно Вот просто Интересна позиция Потому что Хотелось бы иметь Диалог с православными И конечно Искать настоящих Людей верующих Потому что Я считаю Что каждый из нас Он по своему Делает дело Божье Конечно Я согласен Что ереси много Навыдумывали И везде Навыдумывали Конечно Своих Всяких Догм Правил Но Вот вы Конечно Для меня Были какой-то Феномен То что Я слушал вас Некоторое время Много Чтобы интересно было И по плодам жизни Вижу И вы Стараетесь И жить И служить И Было интересно Вас слушать Чтобы пополнить Свои знания И расширить диапазон Общепонимания Христианства Потому что Я считаю Что Надо всегда Идти к истине Развиваться И я вот Даже не знаю Ну конечно Я это буду изучать Как оно дальше пойдет Это же Вы сами понимаете Если Такие вещи Заявить где-нибудь Или сказать Это будет конфликт То есть Если принести Такую мысль Или сказать Что например Вот смотрите Какое православие Есть Ну какой-то диалог Начинать Ну даже в церквях Наших Этих Вот да Конечно Они даже Не захотят Говорить И могут Меня назвать Иеритиком Сразу Но я этого не боюсь Потому что Мне важнее Узнать Суть Суть вещей Вот Так я вам сейчас Подскажу Вы пишите Что я говорю Напишите В Яндексе Или в Гугл Форум Игнатий Лапкин Ну да Я знаю И вот на этом форуме В этом Внизу там идет Надпись Прямо ниже Храма Христа Спасителя На первую Толкните Новое известие Новое сообщение Вы выйдете На первую страницу Задавайте там вопросы А дальше По этой строке В конце написано Общий поиск Поиск И вы заведите Сектанты Или переписка С протестантом И вот один из руководителей Протестантов Он так же Вот как вы Зашел И мы Постепенно беседуем И как он обращается А потом идет Крестит Полное погружение С семьей Жена у него Тоже Баптистка была Все приняли Все приняли крещение И вы таких Можете найти много Вот допустим Вы зайдете На наш сайт Справа Там колонка идет 55 папок Это я Написал 38 книг Открытым оком Открытым оком И во втором томе Тут же книги на сайте И вы найдите второй том Там противосектантская Беседа православного С протестантом С баптистом Хорошо Посмотрим Именно так Второй том Второй Противосектантский Там ни на падах Нет ничего Допустим Баптист говорит Вот так-то Православный ему отвечает Только на основании Библии Даже не приводится Больше ничего Потому что Остальное баптисты Не принимают Поэтому мысль На их Как Христос Саддукеями говорил Они не верили в душу Не верили в ангел А он Пять книг взял Которые они признают И доказал Что у человека есть душа У Бога нет мертвых А все живые Так и здесь У вас будут вопросы Вы их хорошо записывайте И на форуме Вставляйте Вы найдете ответ Абсолютно на все И вот где 55 папок Вы найдете секты Одна папка На букву С Как идет Вы ее вскрываете Там пойдут одни Заголовки Вопросы Которые мне задавали В университетах Там в милиции И вы Как только вам понравится Ответ И вы не откнете И сразу ответ Вам не то что понравится А вы даже не поверите Что это православное отвечает Полно 77 книг Библии Там же Посмотрю Я кстати Вот на выходные Ездили в деревню Тоже на 6 дней Я там Я как-то в Киеве был Прикупил такую себе Библию Ну полную Библию С комментариями Вот там есть Сирахов другие Все есть Все полностью Это православное Да Я начал Ну я в православном же храме Купил в Киеве ее И это Я начал Сираха читать И я просто удивился Я просто Ну там я вслух ее читал Всем Там ежедневно Мы читали Я там где Когда кушают Там сидят Мои там родственники Я читал 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 И очень все были Конечно Впечатлены Такими Интересными Находками Вот Я хотел бы Спросить у вас Почему есть 66 книг Вот этот канон Канонический А есть 77 Еще не канонический Как вот Это как воспринимать Остальные Неканонические книги Вот эти вот Которые приложены Там Когда вы зайдете На наш сайт Тоже есть Да Тоже на сайте Там увидите Книга Называется Симфония На неканонические книги Это книга Которую Больше всего Трудно мне досталось Потому что симфонию Составлять Это ужасно Но лучше Вы рассказывали В электричке сделали Там писали Да Да И вы когда откроете Там предисловие Просчитайте Какие соборы Постановили читать Как Янглатаус Постоянно на них опирается А почему То есть можно Спокойно Их читать И чувствовать себя Воспринимать Как богатыхновенное слово Да Только так Только так Потому что все святые отцы Ими пользуются И не надо умничать даже Слава Богу Потому что Я думаю Вы могли бы своих спросить Когда знакомые ваши Прежние Встретятся вам То вы спросите Скажите А откуда вы узнали 64 Евангелия Их было около 20 Евангелия Фомы Евангелия Басилиска Евангелия Вивеев Откуда вы узнали Что 4 Матфея, Марка, Лукьяна Что они ответят Это канон А кто канон Это составлял Ну вот Святые Святые Православные Сектантов Еще до тысячу лет Не появятся Да Это понятно Конечно А кто перевел На родной русский язык Нашу Библию Которую Даже вот они Синодальный перевод Даже пускай Без 11 книг Кто перевел Это Матфея Ну всю Библию Кто Ну я думал Кирилл Мефузий Нет Да конечно нет Их тут уже близко не было А не было уже Главные Главные переводчики Это были 1876 году Один из них Макарий Алтайский Архимандрит Он работал Среди алтайских Этих племен 475 человек Крестил Вот Он в ангельском духе Работал Знаете Когда вы зайдете На наш сайт Не форум А сайт Сайт Там написано Звук и аудио Если вы не стукнете Звук и аудио Там Насчитано мной 12 томов Златоуста Беседа с Александром Менем В аудио А я вот слушал С Менем Вашу Так я его Когда спросил А вы работаете С оригиналами На еврейском языке Он еврей Конечно А вы могли бы перевести Как Хвольстон Давид Аврамович Он так Отшатнулся Да вы что Никогда То есть Это такой Высощайший уровень Выше которого Никто не поднимался Это такие Как Павский Герасим Петрович Он перевел Псалтырь Иван Герасим Он был учителем Царских детей И составлял Учебники Для школ Евреев Грамматику их Это надо Понимать Можно Походу Еще вопрос задать Походу Появился Вот Ваше отношение К Герману Стерлигову Он там Говорит Надо читать Какие-то Свод Исторически От Ивана Грозного До Путина Он создал учебник Как это относится Это Фейк Это что такое Ну хорошо Вы зайдите на форум И заведите Стерлигов И там у меня Большая тема Я показываю Кто он такой Там ролики Фотографии Там Прямо под храм Христа Спасителя Надписи идут Понизу Это и справа В конце видно Общий поиск Зарядите Герман Стерлигов Хорошо Понял Имя ему одно Разрушитель А ясно Это страшный человек Разрушитель Он не верит Что где-то Бог действует А только один Епископ на весь мир Но никому его То есть лукавый И Библия Все неправильно От свод Ивана Грозного Да Иван Грозный Тебе в голову отрубил Самый большой гонитель Христиан был И кого он берет Свод Этот свод Можно не воспринимать Сильно Никак Никак Даже и в руки не берите Он не нужен Есть Библия Ее можно читать А вот У меня вышел Трехтомник Видели Может я показываю Полно Я хотел Привезти вас Вы говорили У вас ограниченная серия книг Какая-то выпущена была Я Ну книги очень люблю Я бы хотел Со временем Конечно Ну не сразу Но прикупить Вот это Что самое ценное Я вам Дам здесь Как поговорим Я вам внизу сброшу Ага Здесь же Под скайпом А потом Вы зайдите В мой мир В мой мир Такая система есть Да я знаю И там заведите Игнатия Я в шапке стою Там другие листики Вот это запасные Там у меня Там модераторы Я в контакте К вам подключился В контакте В вашу группу подключился А меня там нету Там группа работает Я там не бываю Они из контактов На форум перекидывают Меня Я отвечаю Они обратно несут А сейчас В моем мире Вы сами там Лично Тут я лично работаю Хорошо Прямо сразу Мгновенно Я просто удалился оттуда Я раньше был Начинал Когда там А потом уже сейчас Активно очень Кстати А фейсбук Аудитория Тоже очень активная Вы не пренебрегайте Фейсбуком Потому что В фейсбуке Много людей Общаются Со всех разных стран Там другая система Пренебрегаю У меня там страница есть Страшно неудобно Много людей А здесь я одновременно Могу сразу На 10 тысяч выходить Правильно Все как идет Фейсбук У меня страничка Есть Одноклассники Я даже не захожу Модераторы работают Ну видите Сколько вам Бух людей дал Чтоб мы могли услышать вас Потому что Это конечно Феномен Я называю это феномен Я понимаю Почему на вас гонение есть Конечно Это просто Вы же там сидите Человек такой Ну Говорите правду То есть Не вы никого Не гоните То есть Просто говорите Правду И вот я как баптист Можно сказать Сектант Это Привлекся Чем баптисты привлекаются Только слово Вот вы говорите слово Я сам стихи пишу И ваши стихи Слушаю И читаю И вам Под каждым стихом Вы приводите Много мест Из Библии Я скажу Что Я когда это увидел Все У меня уже по другому Отношение сразу У меня как бы Это вот Знаете Есть такая шильда Православные Ерлыки Ну Сектанты Они тоже так относятся Знаете Привзято бывают У меня упало Я начал изучать Ваше творчество Ну Конечно Вы человек такой Ну Оригинальный У вас как бы Свои есть тоже мнения Но Скажу что Вот это Что вы стихи Так написали С такой красотой И обоснованно Словом Божиим Это так надо Я сам пишу стихи Просто различные Такое вот Засоско-духовного Направления тоже У меня каждое Стихотворение Девять Четырехстрочных куплетов Три-шестрочных И напротив каждой Строчки иногда Место из Библии Надо Библию Тридцать и шесть раз Открыть Чтобы одно стихотворение Понять О чем там речь идет Это не мое Это у меня Таланта нет такого За девять лет Я написал Три тысячи Четыреста шестьдесят Семь таких стихотворений Это вообще Вообразить нельзя И притом Ни одной помарки Нигде нету Я просто пишу Насистую Сразу Писал Я сейчас уже лет Десять надо Отлично И не редактируете даже Никогда Вот как Ручка моя бежала Писала Первые строки Я на молитве получаю Дальше я только Закончил молитве И начинаю Тридцать шесть строчек Написал И таких стихов Три тысячи Четыреста шестьдесят семь И ни одной помарки Нигде нету Вот слава Богу Вы грамотный человек Нет Это не в грамоте Это в доверии Богу Это в водительство Духом Святым Это не мое Ну вот скажите Вот у меня бывало Такое раньше правило Чтобы писать Одно стихотворение В день И как-то оно у меня шло Ну хорошо шло творчество А потом я подзабрасывать стал Из-за разных дел Из-за бизнеса Из-за переживаний всяких И сейчас как редко пишу Только когда вдохновение есть Наверное стоит Ну стараться Предлагать Если так получается Предлагать усилия к этому Да А вы знаете что Я вам скажу Что у меня стихотворение Примерно восемьдесят шесть Положено на музыку И поются Я вам скажу Некоторые запишите Давайте А сначала было не так А сначала было не так Это слова Иисуса Христа Второе Святая Русь Святая Русь Вы видите так Рыбацкая шхуна С волнами боролась Я моряк Как мы тонули Я все описал И последний куплет такой Когда мой корабль Опрокинет пущина А рот поперхнется волной Дай Боже Чтоб к небу Своей кончиной Других я увлек за собой Чудесно Вы увлекаете Вы Слава Богу за вас Дай вам Бог здоровья Чтобы вы Были крепкими И увлекали И пишите Да Говорите Как вы мне сказали Не мне А я слушал Вы говорите У меня льется Льется Это же написано Что в Библии Потекут реки живой воды И льется легко Мне нравится Что вы любите Зверей Вот знаете Животных Я Моя мечта была Ну не мечта А желание Как вы сказали Кстати вот Почему вы сказали Не говорить мечта Потому что во всей Святой Библии Зарейте Поисковик Мечта имеет Только отрицательный смысл Потом самый негативный Ну и что это значит Переводится Мечта Это значит Вымыслы человеческие Или что Даже истребите это слово Его нет Ага И слово Проблема уберите Проблема А то есть Американцы А решите Нерешенный вопрос Да Все понятно А то правда Понял Это понял Очень интересно И вот потому что Сейчас мечта Это такое модное слово Всем И в церквях Вот сейчас Проповедуют Мечтайте Ставьте цели А я иногда Знаете Я 20 лет Был на этих семинарах Тренингах Сам Обучал людей Продажам То есть я все Все с детства Я с Магридной семьи Сам У нас Баптистов много детей Я с 9 лет Работал на улице Мыл машины Продавал газеты И так по карьере пошел Стал торговым агентом Потом сам занимался Делами Всякими И вот эта мечта Цель Мне хотелось Стать всегда Ну состоятельным Богатым Богатым Ну потому что В нищете прожили Ну как в нищете Ну простой жизнью жили И я вот к 36 годам Начинаю понимать Что это неправильно Немножко ориентация была Что если нужно Бог даст богатство И ресурсы И деньги И он даст Главное чтобы душа Была направлена В правильное место И идти своей дорогой Стремиться Трудиться Но вот как сказать Очень хотелось Мне всегда Заработать денег И стать состоятельным И богатым И я очень много делал И попадал в большие долги Из-за этого И делал неправильные поступки И вот хотелось Мне вот очень нравится Ваше понимание О долгах О кредитах Чтобы вы еще немножко Так вот рассказали Никогда не берите Просто поставьте Никогда Ни при каком условии Есть нечего Пойди на вокзал Пойди кому-то дрова напили Никогда Не рубля Потому что Должник делается Рабом взаимодавца Библия говорит Рабом В любой день Из-за тебя матрас И жену утащат Включите И смотрите Я вот сейчас Как бы Ну У меня есть Несколько видов Там деятельности Ну Такого активного Прихода уже не стало Из-за бизнеса Там Кризисы различные И вот сейчас Я начал молиться Ну Каждый день молюсь Господь пасырь мой Я ничего не буду нуждаться И молюсь Чтобы не оставаться Без работы Молюсь Чтобы Бог дал мне работу Даже может какую-то простую Я вот и водителем работал На своей машине Ну тот год Почти что Меня там док пригласил возить Возил Возителем Такую простую работу Знаете Раньше как бы Ну Был более в таком Статусе другом Как бы Денежки водились Туда-сюда А сейчас как бы Прижало меня И Я начал Как говорится Молиться Как бы О хлебе насущном Как можно так вот сказать Даже перевести Не путешествия Каких-то там О новой машине Но я верю Что Господь Силен обогатит Всякой благодатью Но Вот сейчас Я бы Посмотрел на ваше житие Так я скажу Современное Ну Вы там живете С братьями И Конечно Удивляюсь Вашей вот находке Конечно Многие думают Что это как бы Еродство Вы как будто Говорите Что пиаритесь Но я вижу Что вы не пиаритесь У вас по-настоящему Так все Рассчитано И вы такие большие деньги Даже на дорогу Выкладываете Вот тут там На песок Я посмотрел На этот щебень Для меня это Ну Как бы Такие огромные Деньги выкладываете У вас есть они Видите Вы на проекты Бог дает А сами живете Можно сказать Ну Скудненько как будто Да так вот Но для меня это пример Потому что я Как бы Ну По-разному Жил Как говорится Как апостолы Говорят Что у меня жить В скудности В изобилии Но Хочу понимать Вот ваше отношение К Ну к такому Мирскому богатству Вот вы там Разговаривали недавно С Игорем Из Гродно Тоже каким-то Из Беларуси И он тоже занимался Потом притих Стоит ли бороться На этом Пересталище Бизнеса За заработки Или Лучше спокойно жить С простой работой Я делюсь Я делюсь только Опытом своим Бог знает Кого избирать У меня понятия О деньгах Никакого нет Для меня Что вот эта Бумажка лежит Что деньги Доллар Я вообще не знаю Я знаю только одно Мой бог и я Я говорю Я не скрываю об этом Сегодня Когда скажешь Плати десятину Да будешь благословен Люди Сразу пятятся А я первый раз Услышал Работаю на корабле Я внутренне решил Я буду платить Девять десятин Сто заработал Девяносто на дело Божие Пятьдесят три года Прожил в этом накале Ни рубля не взял Понятно Я на двух Трех работах Я строитель Пещи ложить Земляные работы Бетон Плотник Столлер Что угодно И поэтому Заботиться о деньгах Я не заботился Ни одной минуты Вот мне надо деньги У меня священники Тут пришли Я вечером объявляю Мне надо Братья помолиться Завтра мне книгу Выкупать А у меня денег нет А откуда Понятия не имею Вот помолились Легли спать Среди ночи Ну буквально Среди ночи Раз Звонок А в Узбе Холодно Я стараюсь Ведро угля Сэкономить Тогда у меня Никто не жил Даже из этих ребят Кто же так звонит Америка Сакраменто У вас говорят Климента Храм А у нас дядя Климент Умер Говорят Там молитва Лучше слышно Я говорю Нет Это не храм Это лагерь Я начальник Создатель детского лагеря 44 года я уже начальник Без помощи государства Тысячи детей подняли Наш лагерь Супер уникальный Во всей мировой истории Я наблюдаю Изучать потихонечку Начал Я же сам с молодежью Занимался Больше 10 лет Вот эти лагеря Эти вот Сборы детей Я знаю С такой молодежью Это такая трудная Аудитория Многие не понимают Я кстати сейчас занимаюсь С молодежью На улицах Нахожу детей И мы с ними играем Такой спорт Такие клюшки есть Не хоккейные А пластмассовые Такие И мячик такой круглый Я вот такой спорт Развиваю на улицах Возле школ Общаюсь с ними Играю в этот спорт Так вот спорт развиваю И хотел бы С Божьей помощью Вот к сезону вашему Как-то подарить вам Небольшой комплект Клюшек И мячей таких Чтобы ваши дети Тоже могли играть Не надо Не возьмем Не возьмете? Не возьмем У нас другие игры Мы ходим по полям Босиком Собираем ягоды Около шести раз в день Купаются Футбол здесь есть Мы это Ну вот в футбол же играете? Ну играем, да Ну вот это такой Похоже как футбол Только клюшечками мячик Друг другим Не надо Есть ходули На ходулях Есть городки Русская игра Городки Просто нам не нужно Я благодарю Хорошо Хорошо Тогда Слава Богу Когда зайдете Там у меня 30 Сколько у меня Там было 33 тома Открытым оком Где Зайдете на сайт На сайте И там в левом углу Написано Книги Игнатия Латкина И там откроете 33 тома По 750 Страниц Каждый том Это я взял 38 41 том За 9 лет Я провел За компьютером Здесь Больше 30 тысяч часов Это получается За все дни Считая субботу Воскресенье Не менее 14 часов Каждый день И глаза видят у вас Слава Богу Да Но это Господь делает Это не мое Это благодать Божия Это мне 77 год Это не 50 Я думаю Что это благодать Человек Не способен иногда сам Даже с талантами Со своими Провернуть такие дела Тем более Я понимаю Что такое труд Литературный Писать что-то Тем более писать Как сказать Каждое слово самому Не как сейчас пишут книги Там начитывают И выпускают потом Знаете Я когда пишу То я должен написать Все во свете Библии В каждом томе Примерно 3000 ссылок На священное писание А иногда одна Бывает целый пакет там Второе По всем житьям святых Я беру нужные моменты Это 1173 биографии Должен помнить Кроме того Каноны 7 поместных 7 вселенских 9 поместных соборов И труды святых отцов Это 300 томов фолиантов Я их все даже И в глаза не видел Но что знаю На основании этого Теперь на каждый вопрос Я должен отвечать Там тысячи проповедей Моих Которые я говорил В храме В аптеистов Где только приходилось бывать А поясните Вопрос еще Вот вы говорите Что вы же не священник Нет Не священник Вот расскажите Ту разницу Как у вас Вы говорите Есть клир А есть мирянин То есть вы Относите себя К мирянинам К мирянам Да Хотя Я Рухоположный Чтец Это Клир мне относится Но где-то Ефрейтор Так сказать А Ефрейтор Чтобы я мог Проповедовать При епископе Мирянам Не разрешается Специально Приехал епископ И меня рукоположил В щица Ну я хожу В цивильном костюме Я не люблю это надевать И поэтому Я проехал по Америке Много проповедовал Вот сейчас мы От Владивостока До Лиссабона Прошли Прошли всю Скандинавию Турцию Прибалтику И везде Я дарил свои книги 38 книг В каждой библиотеке Каждого государства У вас в Минске Мои книги В Гомеле Все книги Я скажу В какой библиотеке Минска Я схожу посмотреть Просто интересно Национальные Национальные Главное А В новой Это хорошо Да Ну слава богу Это очень приятно И такой еще вопрос Если Мне откроете Ну Как бы В свой ракурс Скажите Ваше отношение К евреям Вот я как-то Почитаю евреев То есть Израильский народ Иерусалим Вообще все еврейское Я стараюсь Как бы Ну Уважать Можно сказать У меня вот есть Минора Я там Ездил в Стокгольм Там К своему другу Там попросил Чтобы он им передал Ну Такую минору Небольшую То есть У меня есть Толит Мне друг из Иерусалима Привез Тоже ездил в Иерусалим Сам Ну Один проповедник И Я вот Как бы Уважаю Все еврейское Еврейскую культуру Не юдаизм А еврейскую культуру То есть Вот этого всего Потому что Я считаю Что есть большая связь С еврейской культурой Это же Библия еврейская Это же все еврейское Вот А вы говорите Надо с евреями бороться Но с любовью Я Да Бороться со всеми надо Но только с любовью Как бороться С заблуждениями А какие у них Заблуждения Скажите мне Заблуждения Самое главное Они не приняли Христа Пришел к своим И свои не приняли А кто не имеет Сына Божия Тот не имеет и Отца Правильно Верующий в Сына Божия Имеет жизнь вечную А неверующий в Сына Божия Не увидит жизнь Но гнев Божий Пребывает на нем Евангелие от Иоанна Третья глава Три шестой стих Вот что главное С их заблуждением Я всем говорю А вот смотрите Сейчас же появилось Новое движение Мессианские евреи Стали набирать обороты И Среди них Такая появилась ересь Они не признают троицу Я вот одного американца Джим Стейли Слушал Слушал Он там раскладывает Раскладывает А потом мне написал Один верующий Говорит Ты что слушаешь Он же не признает Там ну Троицу Там видит Я так Немножко как бы Охладился Потому что Вот Под тонким соусом Христианского Такого еврейства Проходит Даже к нам Сюда Протестатизм Стали проникать Такие вот вещи Видите Вы минора То другое Я никогда Не взял Нельзя 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 Зачем это мне нужно У меня есть Священное изображение Иконы Так вот Когда спрашивают Вы хотите быть Благословенными Ну что такое благословение Когда все у тебя хорошо То есть Для тебя Манна с неба сыпется Поэтому Первоначальное благословение Аврааму Благословляющий Тебя будет благословлен Проклинающий Проклят Поэтому Семя Авраама Независимо там Иудеи Кто они Жиды Проклятые Не имеет значения Никогда не говори плохо Ты только благословляй Господи Откройся им Чтобы они познали тебя Но о чем мы считаем Послание к кримлянам Павел говорит И я иудей И с парисеев Парисей И остаток спасется Мы должны знать это Вы как бы к ним Хорошо не относились Вы гой Вы скотина для них Гой Гой И когда говорят А почему лицо человеческое Ответ Чтобы нам Евреям Было не так противно Принимать от них дары Ааа Вот как Вот как Нет Ну я Немножко изучал Теперь смотрите Когда вы зайдете В книги мои То у меня один том 18 Корану посвящен Я весь Коран Разбиваю По сурам и аятам И в сравнении с Библией Этого никто никогда не делал Полностью Дальше Еврейский талмуд Это 18 Том А 23 24 25 Том Каждый том 752 страницы Это про евреев Это еврейский талмуд Их жизнь И что о них было сказано 3600 лет Говорилось Это капитальнейший труд Об евреях Три тома у меня написано Хорошо А прокомментируйте мне тоже Вот объясните Сейчас Многие бросились к кабалу Вот это вот учение Модное Такое Кабала Не надо Это сатана И цифры Бросьте Даже из головы Не повторяйте Я сам не увлекаюсь Я просто говорю Как не ответ давать людям Никак Потому что мозг Бога противно И все на этом кончилось Не надо отвечать Не наложил у тебя язву Что ты не знаешь Глубин сатанинских Да Вы знаете В откровении написано Это глубины сатанинские Тут и Ванга тебе Тут и Нострадамус будет Это все из другой области Теперь Первое благословение Мы разобрали Никогда Не примкни к людям Которое против евреев Положи жизнь За то чтобы спасти Ему угрожает опасность Если они нуждаются Помоги И говорят Надо бороться Надо бороться Как любовью В первую очередь Им помочь Это дети Авраама И последнее благословение Это Малахия Вторая и третья глава Платите десятину Господь говорит Я отверзу небо Вы проклятием проклятые Что не платите А вот теперь Чти отца Мать И все другие благословения Между кто? Авраамом И Малахией Вот все здесь заключено Поэтому Отношение к евреям Должно быть только Такое Которое Указано нам На страницах Святой Библии А вот Тогда еще вопрос Такой по десятине Я десятину Понимаю И считал всегда Что нужно ее отдавать И конечно Ну соглашусь Что когда поприжимало Бывало И ну Как бы Не то же забываешь Как бы ослабеваешь в этом И Ну Ну Берешь десятину И как будто Ну И так все Как будто по благодати Проходит И второй вопрос Например Я же Например посещаю церковь Ну протестантскую Я отдаю протестантскому Ну как бы пастору Считается ли Что я отдаю десятину По вашему Или не считается В первую очередь Протестантов Вы никогда не называйте церковь Они не церковь Вы сами себя просто обманываете Там просто Нет церкви Скажите организация религиозная Или как Это не церковь Вы сами себе Ход запечатываете к истине Церковь я назвал что Не нравится православных Католикам пойдите Григорианам Коптам и сирийцам Все Пять сильных Другого нету И вот теперь Куда вам их отдавать Вот вопрос теперь решайте У нас у православных Десятина Определенно принадлежит священству А они на это Отземляют Священство Куда ты ходишь в церковь От кого питаешься духовно Где причащаешься Где причащаешься И поэтому у нас бывает люди уходят А потом возвращаются Мы вопрос Я задаю только один вопрос Ты там был Ну там в патриаршей церкви Патриархии Московский патриархат Ты платил десятины нету Вот теперь Посчитай за каждый месяц И отнеси тому священнику Где ты причащался С ворами мы не знаем Ты нам не нужен Вместе с тобой Бог нас покарает Вы строго держитесь Потому что другой момент не представится Сегодня Бог говорит Я тебя по образу сотворил А ты по образу кого жил-то Какой это образ-то Просто себе Ну не давайте льготы Вот сейчас у нас Завтра будет крещение А там немного проявит время Великий пост Вы уже настроитесь Великий пост Семь недель до Пасхи И среду и пятницу Уже не есть молостная Молостная это Кстати у меня вопрос был записан Ваше отношение к ожирению Или лишнему весу Сейчас у нас везде Ну как бы сказать Везде повсеместно Я заметил что Ну и сам я в том году Был уже 95 килограмм За этот год сбросил 10 уже И ожирение Подождите маленько Говори Хорошо Добрый, если спать Церковное око У меня нет книги этой Когда он выпущен? Книга когда выпущена? Где? Не знаю У меня каноны есть Книга правил Мне этого вполне достаточно Никакая Вся одинаковая Хотя говорят Там вот такое Это больше Там агиасма Все свято Все чисто Какое? Вы хотите химический состав знать? Так знаете что? У меня тут идет разговор по скайпу Сейчас это уже затягивается Вы могли бы позвонить через час? Все с Богом, да? Эти вопросы Вопросы задает Так Вы один раз что услышали К нему не возвращайтесь Дело в том, что верующий не спорит Он возвещает истину А кто еще не знает Тот спорит Написано С учениками спорили Но не ученики Со Христом спорили Но не Христос Зачем спорить? После первого и второго разумления Отвращайся Ибо не грешат Будущие самоосужденные Я сказал это Вы можете переспросить Если не успели записать Только всего Время просто не тратишь Чтобы на это Я извиняюсь Извиняюсь Вот я отвечаю вам сегодня Завтра будет тот же ответ 53 года назад я уверовал Я обратился Среди 50-ников Мне это известно все 27 сентября 62 года В 17.00 Мое сердце было отдано Господу Богу моему Иисусу Христу У меня был от смерти в жизнь Переход Ну хорошо Тогда еще один вопрос Я задам И не буду вас уже отвлекать Это Вот Сейчас мои там братья младшие Ну и вообще такое бытует Как вот искать себе жену Вот Ну как бы Одному 31 год Другому 26 Вот они будут смотреть Тоже может ролик Если выставите Вот как искать себе жену А зачем Что нужно? Молиться А неверующих А зачем О неверующих Мы разговаривать не должны Он найдет себе кобылу Всегда Но если вы хотите Для верующего А верующих Так вот Баптисты Когда там у себя Там бракососочетание Православных И говорят Нехорошо человеку Быть одному Я говорю Вы не обманывайте Это было сказано в раю А сегодня А сегодня В послании Каринфян Апостол Павел Говорит Хорошо им Оставаться как я Один Он один Женатый Заботится угодить жене Так нет? И ты должен Знать что Никогда ей не угодишь Еще сделаешься Подкаблучником По ее дудку Будешь писать Позор для мужика Когда он Не мужчина А подкаблучник Хорошо А вот если С женой у меня Конфликты Возникают Ссоры Надо идти Первым умириться Или как делать? Никак Не надо идти Вы даже Знаете что вы правы Если вы правы И сразу к иконам Где икона Красный угол называется И начинайте молиться Вот у меня Мое оружие Щетки Сто поклонов Я становлюсь сразу Она начала Что-то как у нас говорят Бухтеть Я за стол сажусь Я ни слова не говоря Ложку положил И к иконам Встал и молюсь Они у меня занавешаны Я даже их и не вижу Икону Длижу она Рядом молится Я сегодня Начал молиться Дверь открыта Но у нас положено Семь раз на дню Становиться на молитву Демикратно в день Прославляю тебя Это 164-й псалом Запишите 118-й 118-й 164-й стих Да Да 164-й 164-й Это мой любимый псалом Я его читаю Да И вот Я молюсь А потом кончил молиться Обернулся А еще три брата стоят С улицы зашли И со мной вместе молятся Бог подвигает Она начала что-то снова Я второй раз ложку положил И опять молиться А третий раз мне некогда Я ушел не обедавши Так она переживает Бедная уже не знает Как да что да И все Ты молись Бог усмотрит Если она не верующая Зачем ты ее брал Верующая А верующая Разговор один На молитву На молитву Ну да Надо изучать Как бы Учить Тоже жену Потому что Вот мы были в деревне Я начал Она начала писать Мы смотрели фильм Такой сериал Называется Библия Большой 14-го года И она начала На лесочке писать Адам Авраам Кто дальше Спрашивать И я говорю Ну ты не знаешь Она говорит Ну давай объясни мне Я начал Объяснять Объяснять Мне говорят Это Так это надо Пойти Типа в церковь Ну нашу Там обучающую Типа Курсы пройти Библейский Я говорю В наших церквях Не учат Этому В наших церквях Учат Как домашнюю группу Создать Как проповедовать Как структуру вести А это все Лично человек Изучает Сам Библию И вот Я понял Что можно 20 лет Или 30 Проходить Какое-то Ну как говорится Собрание И Ноль по фазе По Библии Ноль по фазе Понимаете И это называется Харизм А если у него нет Вот я Я не имею Образование Духовное Там семинарии Академии У меня ничего нет Я получаю Минимальную Пенсию Минимальную Меньше меня Бомж не получает Это по вашему Чтобы понятно было 92 доллара за месяц Раньше Когда я на стройке Работал Деньгами У меня на месяц Уходил на физической работе На На работе На физической Это 10-11 рублей В месяц Это Это Бог делает так Бог И вот мы Стали с ней говорить Она начинает перечислять Ну открой Евангелие От Матфея Там вся родословная Написана Сравни с Лукой И весь сказ Не на это время Надо тратить Надо Два вопроса решить Первый Рожден ли ты свыше? Никита Вот что такое рождение свыше? Я вывод От Венера знаю Быть Вадимом Духом Святым Кто Духа Христова не имеет Тот не его Римлянам 8-9 Вот два вопроса Больше ничего не надо Вот она допустим А как вы это узнаете? Это показано будет Я веду занятия в университете По теме определенно Проходим по Святым Отцам По Блаженному Фефилакту По Златоусту Потом вопросы и ответы Два раза в неделю По два часа В это время я говорю там Сегодня у меня тема Будущая судьба мира Что ждет Россию А в это время там одна девушка Она уже запуталась Дальше некуда Она приходит Услышав разговор И нашла наше объявление И зашла Вот она заходит В зал Я не видел А когда она зашла в аудиторию В это время На первой скамейке Человек поднимается Освобождает место Хотя места свободные были сзади Почему? Никто не ответил Она села и уставилась Я вдруг Она дальше пишет Я перестал говорить Взглянул на нее И начал отвечать на ее вопросы У ней было семь вопросов И говорит Вы ответили на все мои вопросы В том порядке В котором они стояли Я не гипнотизер А я этого не знал Если бы она не сказала Почему? Бог Бог К этому нельзя научиться К этому надо стремиться Значит Чтобы тебе быть таким Как Господь говорит У тебя должны быть враги Гонители обязательно Они помогут очиститься Господь будет переплавлять тебя То в ров бросят То в тюрьму А потом премьер-министром Идешь как Иосиф То есть ты должен согласиться Все желающие жить благочестиво Будут гонимы Во Христе Иисусе гонимы Мы должны помнить Павел говорит Если бы я угождал людям Не был бы рабом Божиим Не был Это несовместимо Как Богу и мамоне служить Если ты решил Богу отдаться Все Вопрос в повестке снят Теперь Вот мы молимся всегда Поднимаем руки И в конце говорим Господи говори Слушай трап твой И стоим и слушаем Что Бог на сердце мне положит Я должен знать волю Божию Это живая молитва Живому Богу От живого человека Мертвый ничего не получает Он этого не знает Он учится в академии А там пустое место Бог Он должен руководить мной И полагать мне на сердце Вот сегодня сейчас пришла жена У меня сейчас Руки-то Когда пытали меня Там все это выдернуто И вчера маленько я Ну Когда меня арестовали Я в холодильнике Меня 13 дней продержали И вчера я маленько не поберегся У меня видимо нервы там Эти Вспухли Но сегодня задеть нельзя Даже я вот крещусь И задеть пальцами нельзя Так больно где-то Жена-то уже давая там примочки Я ничего не принимаю Пройдет Мне операцию делали Я просил хирурга Не делать обезболивание Я говорю Я хочу пострадать Как Христос Понимаете Ну маленько себя Пробуйте где-то Я никакой не герой Никто Просто я шел Бог вел И я пострадал Вот спрашиваю А кем ты хотел быть Вот я спрашиваю людей Ну один говорит Космонавт Она артист А я хотел быть террористом С малых лет Отомстить коммунистам За мою родину Вот знаете Там был Сашка Билый Застрелили его И меня спрашивает Игумен Вот вы со всеми Как-то находитесь С мусульманами С баптистами Общий язык А с Сашкой этим Билом Вы нашли бы Общий язык Я говорю Я даже искать не стал Он это я До моего обращения У меня оружие под головой Везде были патроны Меня живем не взять Рядом собака Уметь скакать Вот как Савл Шел в Дамаск Его бог осиял У меня точно такое же обращение было Я не могу быть другим Не могу Его искали Киллеры У меня такая же история Меня искали убить Но это мой путь Его нельзя повторить Вот я написал Президенту Путину Чтоб помогли мне Проехать в Сирию В ИГИЛ К террористам Я смотрел Молик отправляли Вы пиарите Что-то начинает Откуда тебе слово это знать Откуда ты знаешь Что в человеке То есть они меряют по себе Григорий Низкий Брат Василия Великого Говорит Люди верят только в то Что сами могут сотворить А в другое они не верят Они этого не знают Вот и все Я вас тогда перебил Извиняюсь Вы начали говорить про пост Да И мой вопрос был Ваше отношение к ожирению Лишнему весу Вот такому Продолжите про пост Какой у вас рост 182 182 82 Отнять 5 73 Вот у вас Вес не должен быть Больше 73 кг Да Так подождите 82 182 77 А? 77 Да 77 Это предельная норма Предельная Хорошо Меньше она может быть Еще на 5 На 10 Но выше Никак не может быть Ну да А как мне От этого Я могу сказать Приезжай ко мне Со мной будешь жить Из тебя вся эта дурь сойдет Зачем тебе с синью превращаться Вот приехал к нам поп Ну у него там непорядки Он со мной живет А вот такая вот у него брюшина Вот такая вот Он тут побыл месяц На 3 дырочки Пояс уменьшился Так он работает на стройке Пойдет один кусочек возьмет Никто ему не отказывает Те которые попадают в наше русло Они мгновенно делаются такими же Вы будьте решительны Чтоб видно было Что вы не игрушка Не берете играете Я пошел за господом Но мне рассуждать уже не надо Он меня ведет И Библия мне открыла Святая Библия Главный эталон моей жизни Аминь Вот я очень стремлюсь к Библию И чувствую какое-то препятствие Я себе поставил план Ну в том году Там прочитать Библию И выделить время там Например 7 дней И прочитать ее И представляете Я ездил и в путешествия Ездил и в разные поездки И всякие дела делал Но я скажу что На Библию я не смог Найти это время Я проанализировал Что я Как сказать Как вы говорите Хотел это сделать Но не Ни себя не взял Вот так вот решительно И дьявол сделал все Чтоб я это не добрался до конца Еще с сегодняшнего дня Вы уже не имеете права говорить На нашем сайте На сайте Там Библия Моим голосом насчитанная Вы ее скачаете на диске И дорогой Когда едете Будете слушать Я слушаю конечно Я имею ввиду читать Я очень люблю читать Там называется Главы стихи Все Хорошо Еще такой Заключительный вопрос Ваше отношение к спорту Вот я занимаюсь Ну как бы бегом Я делаю пробежки И хожу с палочками Скандинавтская ходьба Но я живу в Минске Мегаполисе И ну чтобы поддерживать Состояние физическое Тут нет работы у меня пока Такой физической Вот это неправильно Что вы в городе Были вы в деревне У вас была скотина Вы бы навоз Все натаскали Вам бы не надо Бег В какое время вы бегом занимаетесь Утром или вечером Вечером За сколько часов до сна Ну бывает За два За полтора У вас нормально идет Если холодный Ветер Какой-то там Сами смотрите Что вам легкий не обжечь Но когда спорт Большой спорт Люди Они губят себя Вы не ставьте рекордов А просто бежать Это хорошо Ну я по своему как бы чувствую Я бегаю постоянно Ну и Ну чувствую себя От этого даже лучше Я скажу Почему Павел говорит Телесное упражнение Мало полезно Он не сказал Что бесполезно Кстати у меня вот Этим упрекают много Говорят что Надо благочестие тренироваться Ну и с такими животами Говорят Надо тренироваться Благочестие Животы знаете как Вот мы сидим в камере Я проповедую Преступник обратился И мы стали вместе молиться Володя Редькин И нас вместе отсадили На другой этаж В подземелье А двоих посадили А у него брюшина Страшно смотреть какая Помню Заместитель директора И он Две недели мы пробыли У него ничего не осталось Полностью все ушло Он не ест ничего Я говорю Володя хоть маленько поешь А он получит А там вторая запасная чашка Он рукой машет Так А в глазок За нами смотрят В камеру А там еще нету А когда уйдут Он тогда кашу эту Рыбки там поешь И прости меня Господи скажет Все ушло у него Как будто никогда не было Вот я видел в ролике Как вы резко побежали По двору И в какой-то ваш домик Быстро-быстро побежали Я ж удивился Думаю Вот старец Какой еще крепкий Такой стройный Как побежал 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 А что вот Ваш там Как бы Ваш брат Один там Лестницу носил Бегал с лестницы Он тоже тренировался Или это Никита Ну-ка иди сюда Объясни Вот это Кстати Никита Я вот Никиту Не знаю Все говорят Вепрь А мне Никита Очень нравится Он такой Создает атмосферу Какую-то И главное Он так сильно Не спорит Никогда В какие он Такой передряги С вами попадал И летом Там на работах Ну как-то Бог ему дает Такого терпения Если пройдет Вашу школу Я не знаю Ну ты скажи Полезно тебе быть Или нет Я тебя не звал Я тебе отказывал Сколько полгода Он просился Ты просился С Украины С Борисполя Ну ты прожил Уже сколько здесь Уже скоро Год будет Ну скоро Месяч через три Будет год Ну как тебе Полезно здесь было Ты не надсадился Тут Нет Не надсадился А как характер Уже как бы Чувствуешь Что окреп характер Да Конечно А я что-то у меня Возле Борисполя Прямо там В Счастливом В Село Счастливое Живут родственники Я постоянно езжу К Борисполе Туда вот Ну я там в школе Учился Счастливым Счастливской школе Счастливым Видишь Даже вот Получается Чуть ли не Через родственникам Земляки Вот так что Может еще Даст Бог Сидимся как-нибудь Даст Бог Да Молодец Что-то принял Такое послушание Сам И показываешь Пример Потому что сейчас Молодежь Она вообще Слово не скажи Вот Я сам себя помню Какой был Как говорится Такой тоже Строптивый А вот жизнь смеяет Я как говорится К слову иду И говорится Хоть сам и сектант А вот И прислушался К старцу Так я скажу Что лучше себя Стал как бы Мыслить Чувствовать И по бытовым делам Тоже Вот Размышляю Хочу прикупить дом В деревне Такой там Напротив своего деда Хата И веду переговоры Уже с лета Немножко И молюсь Я молюсь Что Господь усмотрит И деньги И все Ну Короче Слава Богу Даст Бог тебе Пусть силы Спасибо Ты очень хорошо Помогаешь Игнатию Тихоновичу Во всех его этих И приятно Смотришься Кстати Вам еще комплимент Хочу сделать Это Что вы любите Животных Вот у меня В ногах Две мои собачки Сядут Я вам покажу Сейчас Это твердпичеры Вот Я очень тоже Люблю животных Так вы бегайте Бегайте с ними Берите их Только с ними Только с ними бегают Да Патриарх Оттерил Бегает У него собака есть Говорят Да какой же он Патриарх А мне наоборот Это как-то близко Что он Человек нормальный Бегает Да Слава Богу Вот Кстати про патриарха Кирилла Он же недавно Встречался в Москве С сыном Билли Грэма Франклином Грэмом И тут У нас В протестантском Обществе Раскол мнений Пошел Как такой Евангельский Типа Светила Встречался С православным А он Встречался Слушал Общался И вот Ваше Вот это вот Что вы раздаете Евангелие Я всю жизнь Занимаюсь тоже Я считаю Что каждый человек Имеет право На Библию И как вы Сказали Пример Что если С целого Камаза Хотя бы Одна Евангелие Принесет пользу Это окупится И вот вы Как это сказали У меня Знаете Что Появилась Надежда И радость Что не зря Я раздавал Хотя мне говорят Брошюрки Евангелие Раздавать Зачем Уже миллионы Перенасыщено И мы сидим В бане Городской С братом Младшим Я говорю Вот пять парней Напротив нас сидят Говорю Надо раздавать Ну мы Ваши обсуждаем Канал Ну ваши беседы Я говорю Вот если у них Всех спросить Навряд ли у кого Из них Будет сейчас Евангелие своя Так что вот Я вижу Что у вас Ко всему живому Такой Ну настоящий Интерес И вы Как сказать Я дрессировавших Собак в уголовном розыске Мне это знаете Как близко Я не просто Смотрю А собаки Идут высшим Классом Следовая работа Задержать преступника Об них бросается Взрыв пакет И стреляет Она ничего не боится Любого можем задержать И пригвоздить к земле А вот Второго мы взяли На Рождество Потому что Жена нашла Объявление В интернете Что отдают собаку Так как Девушка Со своей дочкой Маленькой Переехали к родителям А у матери Аллергия на собаку И отдают собаку И мы поехали Я взял С женой Ребенка Поехали смотреть А он оказался Чуть больше Чем этот Сверхпинчер И стоит Смотрит А я Приехал И у меня такое побуждение Берем Как решительно И взяли И он такой Казался ему Друг теперь Двоем бегают Двоем все делают Ну так Такие собаки Хорошие И я скажу Что я смотрю на собак И сам добрее становлюсь В разных ситуациях Вот они в ногах Лежали у меня Греют ноги Лежат ноги Лежат под столом И внимание оказывают Постоянно просятся Если ноги Лежат У вас никогда Лешаев там не будет У вас не будет Грибка на ногах Собак Это люди Это люди Которые могут Что-то Дельное Делать Спасибо вам И Ну Ваш канал Это я скажу Уникальный канал Я Когда нашел Я как говорится Одна женщина Сказала Что я залипла На ваш канал Там четыре Больше четырех тысяч Наших роликов Наших тысяч Вы найдите А когда зайдете На наш сайт Вы увидите Нашему сайту равных нет Там пятьдесят книг Моим голосом насчитано Четыре тысячи Создательных вопросов Ответов Если на форум зайдете Тысячу пятьсот восемьдесят семь тем И у нас форумов нету Заходят люди Там все отвечено Все Поэзия Вот одна книга У меня изданная Двадцать шестой том Открытым оком Я отвечаю студентам В течение двух недель Я буду вам отвечать На все ваши вопросы Поэтами России Триста поэтов За триста лет Это двадцать тысяч Файлов надо прокручивать было Вот по одной теме Шесть поэтов И шесть эпиграфов И Слово Божие Следующий вопрос Другие поэты Стихотворения по теме И шесть эпиграфов Вы Двадцать шестой том Там скачаете И вы скажете В мировой литературе Этого не было Никогда Открытым оком Двадцать шестой том Я записываю все Записываю Я подготовил Цитрадочку Это на сайте На сайте Когда зайдете на сайт А тут я вам сейчас Постараюсь скинуть О книгах Ну что Хорошо Все Спасибо вам большое Благодарен На славу Божию До свидания До свидания Павел Кривушки